Всех приветствую на канале Банковский. Сегодня у нас в обзоре вклады Акбарсбанка для физических лиц. Когда смотрел вклады Акбарсбанка, хотел найти какой-то уникальный продукт, потому что Акбарсбанк иногда вбрасывает на рынок интересные, прямо скажем, предложения. Ну, в данном случае я разочаровался, потому что, ну, выдающихся вкладов в Акбарсбанке нет. Есть нормальные, но ничего такого, что вот, например, наподобие, как предлагает ВТБ или Банк Открытия или Альфа-банк, чтобы так вот без подводных камней с высокой ставкой. Первый вклад это я сам. До 5,8% годовых максимальная ставка, до одного года срок вклада и от 10 тысяч рублей минимальный взнос. Если открываем подробности, да, то видим, что Банк предлагает данный вклад пополнять без ограничений. Пролонгация тоже, возможно, неограниченное количество раз, но условия будут действовать те, которые существуют на момент пролонгации, а не те, которые существовали первоначально. Значит, подводный камень главный какой здесь? Что для того, чтобы получить максимальную ставку, необходимо, во-первых, деньги продержать один год, да, максимальный срок по данному вкладу. А во-вторых, нужно тратить по карте Акбарсбанка от 55 тысяч до 1 миллиона рублей. Ну, сами понимаете, что это не всем доступно. Ну, более-менее адекватные здесь траты от 10, например, до 30 тысяч. Ну, это как бы большинство себе абсолютно может позволить. Ну, и тогда ставка будет 4,8 всего лишь, если продержите деньги, опять же, год. Если меньше, то еще меньше. Следующий вклад – это просто накопить. Максимальная ставка здесь 4,9. Срок вклада до двух лет и минимальный взнос также от 10 тысяч рублей. В общем-то, вклад позволяет получать проценты, когда удобно, и увеличивать сумму вклада и после его открытия. Значит, минус какой здесь у этого вклада? Ну, то, что сильно уж процентная ставка зависит от срока. Получается, что если вы положили сумму от 10 тысяч до 5 миллионов всего лишь на 3 месяца, вы получите 3,8% годовых. Если на 6 месяцев, то 4,1. Если на 1 год, то 4,3. Ну, а на 2 года – 4,5. Следующий вклад – просто приумножить. Он называется максимальная ставка до 4,8% годовых, срок до двух лет и минимальный взнос 1 миллион рублей. Это уже для, скажем так, лиц, которые с деньгами пришли. Не просто там, что называется, переложили какие-то небольшие накопления, а у которых уже серьезные накопления есть. Значит, возможность частичного изъятия суммы предусмотрена. Также возможность пополнения вклада. И, соответственно, ставка, опять же, зависит от срока и суммы. То есть, чем больше сумма, тем, соответственно, больше ставка. Максимальную ставку 4,4 можно получить, если сумма вклада от 3,5 миллионов до 5 миллионов. И срок вклада максимальный – 2 года. Соответственно, если всего лишь 1 миллион рублей на 3 месяца положили, то ставка будет всего лишь 3,3. То есть, в данном случае, на мой взгляд, уж очень жесткая градация по сумме и срокам. То есть, человек принес там 2 миллиона, например, да, а он получит ставку, ну, самую минимальную. То есть, ну, это, на мой взгляд, не слишком честно по отношению к клиенту, который принес в банк достаточно крупную сумму. Называется просто управлять. То есть, максимальная ставка до 4,4% годовых, срок вклада до 2 лет и минимальный взнос – 10 тысяч рублей. То есть, на первый взгляд, неплохой вклад, особенно сравнивать с теми, что предлагает Сбербанк. Здесь предусмотрена возможность частичного изъятия суммы вклада, возможность пополнения также присутствует. Ну и что здесь примечательного? Также идет сумма вклада от 10 тысяч до 5 миллионов рублей и процентная ставка зависит от срока. Чем меньше срок, тем меньше процентная ставка. 3,3 за 3 месяца и за 2 года 4%. И, наконец, вклад. Просто поймать момент. Не знаю, с чего тут ловить. Максимальная ставка всего лишь до 2,95. Срок вклада 31 день и минимальный взнос – 10 тысяч рублей. Давайте подробности посмотрим. Краткосрочный вклад на 31 день. Понятно, что здесь большой ставки не должно быть. Пролонгация неограниченная количество раз. Ну и что здесь дает банк у нас? А банк особо ничего и не дает. То есть, сумма вклада от 10 тысяч до 5 миллионов. Ну и ставка вот этого 2,55. То есть, ну, смотреть здесь не на что, честно говоря. Ну и, если опять же подводить итог, остаюсь при своем мнении, что можно открыть более выгодный вклад в целом ряде топовых банков. Ну, кроме, пожалуй, Сбербанка. Поэтому не знаю, чем тут пытается привлечь Ахбарсбанк. Наверное, расчет в большей степени на зарплатных и пенсионных клиентов, которые просто, ну, не хотят идти в другой банк. Привыкли, ну и открывают вклады уже в родном банке, переводя часть зарплаты сюда. В остальных случаях, ну, правда, не вижу смысла. Если у вас вопросы какие-то возникли, пожалуйста, пишите комментарии, мы с удовольствием ответим. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик и всего вам хорошего.